так третий день в канкуне вышли покупаться здесь вот такая вот джакузи и несколько бассейнов на разных этих левелах так скажем вот один там 2 и там где-то внизу вот океан и внизу еще один или два чё холодная холодную я чего-то не хочу сегодня ветерок вчера накупались в океане так классно камеру забыла взять сегодня решили в бассейн может быть попозже в океан кстати у меня может быть телефон сломался первое видео было на телефоне как я летела сюда в мексику в аэропорту что случилось и если телефон не восстановится то все пропало фотографии тоже классные магазинчик какие украшения идем в джин консьерж кто-то приехал столько чемоданов сейчас да Винчи давай попозже так вот чтобы в спа в джин попасть нужно через улицу выйти там фитинг-рум есть еще какие-то здесь бар до часу ночи работает как раз нам слышно еще мы сюда не ходили лависта так здесь митинг-рум и спускаемся в джин здесь так много ступенек но вниз так классно вот бежишь а вверх потом подымаешься и получаешь эксерсайз такой запах здесь вообще интересный смотрите какие здесь есть вот такой вот зал небольшой несколько тренажеров так вот на этом тренажере пресс качать или где она водичку здесь можно набрать ну какая картина а сегодня уже другая вода да или это же зеленая с чем она там хворофилл она полезна для очищения желудка она богата антиоксидантами и у нее есть свойства чтобы против микробов бороться и также помогает от плохого дыхания еще одна картина кстати хотела показать какой здесь реструм запах какой приятный пим 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 вот точно реструм комната отдыха до зеркало тоже вот это увеличивающие фен есть салфетки мыло здесь даже тоже вот боди лошин шампунь ополаскиватель для рта все все есть представляете а здесь вот эти локеры кому нужно сумка кстати это с богам у меня год назад я брала но это такая знаете пляжная вот первый раз только пригодилась вообще про нее забыла ну и здесь вот уже эти два унитаза а вот видите здесь не просто реструм здесь и вашу рум вот такой вот душ классно кстати я уже говорила да проблема горячей воды нету такая тепленькая вода бежит слегка когда моешься прикол конечно коврики можно постелить классно третий день на океане ветер наверно будет плохо слышно так немножко океан заснять красивый солнышко зашло но все равно так классно когда солнце светит тогда красиво конечно видео вот смотрите тут кто-то слепил и вот эта пирамида египетская пирамида классно надо же кто-то сидел тут строим так вот трогаем водичку водичка такая хорошая хорошая вода такой комнатной температуры еще конечно если привыкнуть но вчера мы купались вообще такая теплая вода была вчера классная ну по крайней мере вот где я была хочу сказать что на багамах там очень холодная вода ну как очень тоже нужно вот так привыкать да здесь вот тоже такая комнатной температуры скажем и самое теплое это на гавайских островах там прям заходишь вообще идешь прям в теплую воду вау еще одна вау 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 только в сплошных купальниках иначе без купальника вылететь отсюда как я вчера приближается не она миновала нас вот так классно так классно да вот тут долго идешь и посол он еще какой мягкий не глубокий ну где же вы Волны морские, нет, она ушла. Классно, вода теплая. Закончились волны. Вот, приближается, приближается, смотри, гигантище. Ой, мама миа. Ещё одна. Мне похуй долбануло. Главное, чтобы нас не смыло. Ха-ха-ха, ещё одна. А мы не сдаёмся. Пойдём. Мой апфит. Видно, нет? На этой камере вообще не поймёшь, чё видно, чё нет. Моё платье ажурное. Впервые его одела. Купила летом. И только через полгода его примерено. Я уже похудела, правда. Ничего, можно погулять. Вот, на территории отеля находится такой ресторан. Да Винчо называется. И сюда нужно заранее зарегистрироваться. У нас на сегодня на 6 часов ужин до Винчи. Не знаю, это какой. Итальянский, да, ресторан? Ну, здесь опять всякие, видите, украшения продают. Цены, конечно, я скажу вам, в Канкуне очень высокие. В Америке всё дешевле можно купить, чем здесь у них. Что в этих шоппинг-центрах, что вот эти сувениры они продают. Всё настолько дорогое. Так. 6 часов, а никого нет. Какая тут красота. Ровно в 6 открылся. Ресторан. Вот так уютненько, красиво. Музыка приятно играет. Вообще здесь нам так понравилось, как вкусно готовят в Мексике. Очень вкусная еда. Разнообразие большое утром, в обед, вечером. Вот такие девушки красивые. Как сегодня нам сказал один из рабочих говорит, здесь как Америка всё выглядит. А можно поехать путешествовать. Ну, как путешествие. Такая экскурсия есть прямо в город посмотреть, как живут они по-настоящему. Здесь точно выглядит всё по-американски. Говорят на английском все. Персонал тоже. Красота. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ветер... Пальмы шатаются... Так, здесь уже седьмой час... В семь уже будет темно... Так интересно, тут люди со многих стран... Вчера там было одно шоу и спрашивали, кто откуда... И вот люди говорят, там, с Сальвадора... Ну, с разных штатов Америки... С Америки, кстати, больше всего людей... С России... Там, короче, разные-разные страны стали перечислять... Ух ты, мне принесли мой эпитайзер... А, один баклажан, один зукини... Так, принесли основное блюдо, хотела показать... А вот еще он пармезаном посыпет... Итальянская еда... Внутри шримпсы... И лобстер... А у Виктора... Вот это целиком пожаренная куропатка... Шпинат, да, вроде там... Медорчики... Ну, и там какая-то паста... Тоже с шримпами, с креветками... Very interesting... Такие бокалы здесь огромные... Так мне нравятся... И они немножко наливают... Как красиво, да, эти тарелки украшают... У тебя скрипичный ключ... Вот... Так, принесли тирамису... Хотела показать десерт... Смотрите, какие у нас маленькие порции... Привыкла, что в Америке сразу все такими... Большими порциями, большими кусочками... А здесь так маленько, аккуратненько... Ну, красиво так оформлено... Такая тарелка красивая... Зато бокалы для вина большие... И это уже, наверное, пятый... Мы заказывали... Пятый? Так что мы... Но не полный... Пьяненький... Короче, мексиканская тирамису... Полностью отличается от нашего... Это вообще не то тирамису... Короче, вот эта оболочка... Она из какой-то карамели сделана... Типа нашего... Знаете, кто делал сахар там, с молоком... Вот это делали такой, как... Карамель, короче, получается... И крем... Как мороженое, что ли... Короче, вкус совершенно другой... Не как наши... Если так попробуешь и не знаешь название, что тирамису... Никогда не скажешь, что это тирамису... Мексиканская тирамису...